В 2019 число счетов, открытых частными инвесторами, удвоилось и достигло 4 миллионов. Многие стали покупать акции и облигации с помощью специальных мобильных приложений в смартфоне. В марте 2020 фондовый рынок рухнул почти на треть. Но в отличие от предыдущих кризисов, когда люди в панике массово выводили деньги с биржи, на этот раз россияне скупали подешевевшие активы, а число счетов перевалило за 5 миллионов. Из них половина ИИС, индивидуальные инвестиционные. Связано это, конечно, с тремя причинами. Основные две объективные. Первая – это резкое снижение ставок по депозитам, связанное с снижением ключевой ставки Банка России. И, конечно, сейчас уже человек не может и мечтать о том, чтобы сидеть на денежном рынке, то есть в депозите, и получать там 8-10%. Это невозможно. Второе – это решение о налогобложении депозитов. И поэтому люди, у которых значительные депозиты по размеру, они, конечно, начинают понимать, что они будут платить с них по доходу налога. В то время как на ИИС – это дополнительная возможность вывести свои доходы от инвестирования на финансовые рынки, от налогобложения. Индивидуальный инвестиционный счет – самый простой способ начать инвестировать и сэкономить на налогах. При вычете типа А государство вернет 13% от суммы, которую вы внесли на счет. Максимум 52 тысячи рублей. Но готовьтесь держать там деньги не менее трех лет. При вычете типа Б вы освобождаетесь от НДФЛ на прибыль. Максимум, который можно внести – миллион рублей в год. Возможно, сумму утроит. Возможно, это можно будет увеличить до трех миллионов рублей ежегодный взнос. Плюс предусмотреть действительно вопрос о возможности снятия средств без потери налогов в определенных ситуациях. Таких как, если деньги проезжали там больше трех лет. И второе, если у человека сложилась тяжелая жизненная ситуация.